В Таганрогском институте управления экономики прошла Всероссийская научно-практическая конференция преподавателей, студентов и аспирантов. На форуме обсуждались вопросы модернизации российского общества, новых экономических ориентиров и подготовка кадров в современных условиях. В рамках конференции состоялось торжественное открытие международной фотовыставки под названием «Добрососедство». Фотовыставку открыла глава Таганрога Инна Титаренко. Сегодня замечательный день, потому что Таганрогский институт управления экономики снова стал площадкой хороших, позитивных мероприятий. Сегодня мы открываем выставку фоторапорта «Добрососедство». Она очень важна, потому что для Таганрога всегда крайне важными и актуальными были наши связи, межмуниципальные и международные. И мы понимаем, что сегодняшний очень круглый мир может существовать только в дружеских, добрых, теплых отношениях, отношениях «Добрососедство». Я искренне благодарю всех, кто стал организаторами этой выставки и всех, кто представил на ней свои работы. Организатор выставки – фотограф, уроженец Таганрога, а ныне живущий в Израиле – Михаил Каральник. Выставка посвящена погибшим солдатам армии обороны Израиля. Фотовернисаж рассказывает о современной жизни этой страны и ее людях. Фотографии все новые. Это порядка сделанные где-то за 8-10 месяцев. Предыдущая выставка у нас была в Одессе в музее Рериха, и она совершенно другая. Это у нас в основном пейзажи, какие-то такие интересные моменты. Вот эта вот фотография Клары Нейкова снята во время Дня независимости. А вот и снег, который хорошо знаком в России. Для нас он был очень дорог. Это Иерусалим. Храм гроба Господня – две фотографии. Фотография ночной стены плача. Иерусалим – общий вид на город. Пять фотохудожников представили свои работы. Это пейзажи, виды городов, святых мест, удивительной древней земли. Очень много работ, которые вот именно запечатлели какие-то моменты из жизни. И складывается общая картина не только красоты природы, но и человеческой души. Такое родное все, такое необыкновенное восприятие. И в то же время очень ознакомительное. На мой взгляд, замечательные фотографии, очень необычный ракурс. И здесь и, скажем так, крупным планом, и какие-то зарисовки пейзажные. На мой взгляд, очень такая теплая, хорошая атмосфера. Очень приятный сам автор выставки. Поэтому я получила большое удовольствие. В актовом зале института состоялось открытие конференции и пленарное заседание. В этом году было заявлено 200 докладов из 50 вузов страны. 7 иностранных вузов также прислали свои изыскания по проблемам экономики, юриспруденции, управления и коммуникации. Мы собираемся вообще-то ежегодно в это время, в апреле. У нас традиционная конференция, национальная, международная. Мы проводим их в нашем институте уже 20-й раз. И обычно они проходят в апреле каждого года. В этом году особенность конференции в том, что она, во-первых, юбилейная 20-я. Вторая особенность в том, что она проходит в год 25-летия создания нашего института. Третья особенность, что она очень представительная по своей географии. То есть это представлены различные регионы Российской Федерации. И в том числе, скажем так, постсоветского пространства принимают участие ученые из Казахстана, Белоруссии, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Всех, может быть, и не вспомню. Ну и, конечно же, иностранные ученые из дальнего зарубежья. Наш оргкомитет постарался, что уже к началу конференции сборник докладов конференции готов. И это очень радует наших участников конференции, докладчиков. Я думаю, что мы очень плодотворно проведем наши дни работы конференции, обменяемся теми достижениями, которые каждый, и наши ученые, и наши коллеги из других городов, чего достигли. И это всегда очень полезно. Потому что наука – это вещь диалектическая, она должна развиваться, иначе произойдет застой. А застой мы не позволим. Подобные научные конференции в Таганрогском институте управления экономики проводятся ежегодно. Они являются важным событием в нашем городе и Ростовской области. Участников конференции ждет и культурная программа. Гостей познакомят с городом, чеховскими местами, музеями Таганрога и, конечно, с нашим знаменитым театром, где покажут хороший спектакль. Необычное мероприятие – субботний бранч или поздний завтрак прошел на днях в ресторане «Абсолют». Его организовал салон-студия «Карида» для прекрасных таганроженок, участниц женского клуба. О чем говорили милые дамы за чашечкой чая, мы узнаем из следующего материала. Своё заседание женский клуб проводит уже не в первый раз. Вступить в члены клуба и попасть на такие душевные посиделки достаточно просто. Всю полезную информацию можно подчеркнуть в социальной сети Instagram на странице студии салона «Карида». Ну, конечно же, стать участником – это нужно присоединиться к нашему Instagram, который активно развивается и следить за нашими новостями, так как, конечно же, этот бранч будет не последний. Пожалуй, только ленивый не знает, что такое «Карида». Нет, к бою быков студия отношения не имеет. Уже в течение двух десятков лет салон-студия занимается созданием интересных дизайнерских коллекций одежды. Начиналось все с кожи и меха. Сейчас салон добавил также пошив одежды из тканей. Об этом и многом другом планировалось поговорить с участницами клуба во время бранча. Так как салон-студия «Карида» является ежегодным участником и фестивалей городских моды, и различных, мы всегда открыты для приглашения нас для показа коллекции каких-то других фирм и студий. Это, конечно же, показать, насколько мир моды красив, насколько он обширен, и рассказать о том, что салон-студия «Карида», который в этом году 20 лет, работает в более широком направлении. И то, что мы раньше держали свою позицию шьем кожа и натуральный мех только лишь, мы вот сегодня в этом бранче мы показываем, что у нас идет прекраснейшее направление – это одежда из ткани. К этому мероприятию салон-студия «Карида» подготовил новую интересную коллекцию одежды. Это лето необходимо встречать в красном. Вот он – один из главных принципов создания летних образов этого года. Модные тенденции назревающего лета, замечательного. Это, конечно, яркие краски, легкие ткани, это красный цвет и все его оттенки. Этот год идет под флагом красного цвета, кораллового, оранжевого, то есть все оттенки красного цвета. Коллекция салона-студии «Карида», как всегда, имела большой успех. Смешение стилей и направлений, элегантные комбинезоны и асимметричные юбки, брюки интересного цветового решения и яркий, вызывающий красный кожаный сарафан. Таким будет это лето, по мнению художника-модельера салона Натальи Семеновой. Однако не одежда единой, жива прекрасная половина человечества. В программе «Бранча» было выступление нескольких интересных спикеров. Дамам рассказали о новых модных принтах в тканях, дали советы по уходу за телом, научили готовить вкусную, а главное – полезную пищу. А еще среди спикеров была заявлена представитель косметической компании «Мэри Кей» Татьяна Штурнева. Она рассказала прекрасным дамам, как легко и непринужденно за несколько минут превратить свой дневной легкий макияж в изысканный вечерний. У нас весна, женщины любят что-то менять именно весной, поэтому хочется помочь быть еще лучше, еще краше. А еще Татьяна Штурнева подготовила для всех участниц «Бранча» великолепный подарок в виде спа-процедуры для рук. Здесь три этапа. Первый этап – экстравлажняющий ночной крем, который запирает естественную влагу внутри. Ручки у нас обычно очень сухие, мы часто моем их, и для женщин это особенно актуально в любом возрасте. Второй этап – это уже скраб для рук бархатный, который удалит мертвые клеточки с поверхности кожи и смоет всю грязь. И после того, как вы смоете это все, вы нанесете крем для рук, который увлажнит ваши руки, и это ощущение сохранится у вас на весь день. Это руки, которые нужно давать целовать. Не остался в стороне такого модного интересного мероприятия и наш телеканал «Домашний», который, как известно, позиционирует себя как канал для настоящих женщин. Мы подготовили подарки для участниц «Бранча» и, конечно, вкусный, большой и по-настоящему летний торт от телеканала «Домашний». Все гости «Бранча» получили подарочные сертификаты от партнеров, в том числе памятки с летними лайфхаками от Кариды и поблагодарили художника-модельера и руководителя салона-студии Наталью Семенову за великолепно проведенное время и массу новой полезной информации. Всероссийская акция «Библионочь-2019» прошла в Таганроге под девизом «Магия театра». В библиотеках города прошло немало хороших и интересных мероприятий, но основные события развернулись в сквере у Центральной городской библиотеки имени Антона Павловича Чехова. Все подробности у Елены Титовой. Нынче под сводами храма, где книги хранятся, в библию ночь открываем во славу печатного слова и посвящаем театру мы все наше действие. Пусть лицедеи свое нам покажут искусство. Музы театра ликуй и возрадуйся с нами. Всероссийская акция «Библионочь» в Таганроге проходит в восьмой раз. Жители города доказали, что слухи о том, что книга как источник знаний умерла, преждевременные. Тепло приветствовала любителей книги замглавы администрации города Ирина Голубева. Для посетителей была подготовлена интересная и разнообразная программа, где каждый обязательно нашел себе что-то по душе. На разных площадках библиотечного пространства были организованы концерты, игры, мастер-классы, викторины, выставки. Особенностью очередной «Библионочи» стало полное погружение в театральную жизнь. «Библионочи» участвует все больше регионов. В этом году принимают участие 85 регионов России. 2,5 тысячи культурных учреждений. Более трех миллионов мероприятий. Только наша библиотека приготовила для вас 60 различных мероприятий. На трех площадках. В детской центральной библиотеке организованы библиосумерки. Дом Чайковских ждет нас на библионайт-ревью. Главным событием, которое холодную ветреную погоду собрало таганрожцев у библиотеки, был театральный парад. Шествие артистов театров, кружков и студий было приурочено в воду театра. И посетители смогли увидеть своих любимцев и поаплодировать им. Заряд отличного настроения получили и герои праздника. Они пришли порадовать публику в нарядных костюмах и приготовили небольшие выступления в виде визиток. В течение всего вечера можно было принять участие в интерактивной викторине, посетить интересные уголки библиотеки, познакомиться с книжными выставками из фонда старинных книг. Конкурсы, викторины, книжные выставки, экскурсии, спектакли прошли как в историческом, так и в новом здании библиотеки. Традиционные библиосумерки были организованы в Центральной городской библиотеке имени Максима Горького. До позднего вечера для гостей, маленьких читателей, работали специальные программы. Елена Титова приглашает всех пройтись по старинному зданию библиотеки. Смотрим ее сюжет. Мы все с вами проведем настоящих любителей чтения в стенах Центральной городской детской библиотеки. Ура! После торжественного открытия акции начали работу тематические библиотечные площадки. Гости смогли попробовать себя в роли актеров кукольного театра. Кажется, так просто. Одеваешь на руку рукавичку куклу, и вот ты уже сказочный персонаж. Управлять куклой не так-то просто. А ну попробуй сказать «карр». Нажимай. Поворачивайся к зрителям. Принять участие в таинственном театре теней можно было в другом конце библиотеки, где берут книжки самые маленькие посетители. В программе «Библия сумерек» было театрализованное представление в исполнении коллектива «Отражение», которым руководит Марина Борцова. Эта театральная студия – давний друг библиотеки. И в этот вечер никак не могла не принять участие в акции. Во время антракта, чтобы наши посетители могли полакомиться очень вкусными пирожными конфетами. А что вы им предлагаете? Они должны отгадать загадки, естественно, про театр, и получить за это конфетку. Эффектная буфетчица из театрального буфета – одно из самых востребованных мест библиотеки. Каждый хотел ответить на вопрос и получить сладкую награду. Театральное представление, в котором только танцуют и ничего не говорят. Спектакль? 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 Нет. Булет. 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 Булет, правильно, молодец. Молодец. Нет. Это не спешит. Как называется перерыв в спектакле? Как называется перерыв в спектакле? Человек, который подсказывает актеру слова его речи. Мне отвечать, да? Ну, конечно, отвечать. Вон, суфлёр. Мастер-классы под названием «Балетный костюмер», «Пальчиковый театр», «Театральная маска» собрали ребят разного возраста. Костюмерные и репетиционные уголки, мастер-классы и гримерки активно зазывали народ. У нас шляпный, мастер-класс шляп. Мы делаем вот такие вот прекрасные шляпки из различных вот таких изделий, ленточки, птички, цветочки, которые будут отличным украшением для детей. Для всех желающих была открыта фотозона под названием «Театр, театр, театр». Этот уголок библиотеки называется фотозона театральная. Здесь ребята могут примерить шляпки, маски, красивую рамочку могут перед собой держать. То есть для поднятия настроений наших читателей. Тут вам и фотосессия, память о которой сохранится надолго. Славный получился праздник «Библиосумерки» в детской библиотеке имени Борького. О хлебе насущном пойдет речь в нашем следующем материале. Наша съемочная группа нашла место, где выпекают самый вкусный, а главное – полезный хлеб. Все подробности далее. Хлеб всему голова. В последнее время об этой старой народной мудрости стали порядком подзабывать. Хлебоволочные изделия переходят в разряд продуктов ненужных, а порой даже и неполезных. Главные аргументы противников хлеба – это возможность набрать лишние килограммы от его употребления. Огромное количество химических добавок, которые используют при его приготовлении и так далее и тому подобное. Однако есть в Таганроге одно место, где хлеб и хлебобулочные изделия полностью реабилитированы. Уже более года в Таганроге работает магазин-кафе «Петровская хлебная лавка», где продают хлебобулочные кондитерские изделия собственного производства, приготовленные по старинным рецептам. За этот год у «Петровской лавки» появилось огромное количество постоянных клиентов, которые приходят сюда, чтобы вернуться в свое детство, когда хлеб был ароматнее, вкуснее и полезнее. За нашим хлебушком приезжают даже из Донской столицы, с гордостью говорят, в «Петровской лавке». Секрет такой популярности прост – при приготовлении хлеба не используют дрожжи, а в его составе нет химических красителей, разрыхлителей и других неполезных ингредиентов. Бездрожжевой хлеб замешивается на закваске 16 сортов, выпекается с душой по старорусским рецептам, дарит всем наслаждение пышным горячим мякишем и румяной хрустящей корочкой. Бездрожжевой хлеб готовится на закваске, и у него очень особенная технология. Закваска настаивается более пяти дней, после чего начинается формироваться хлебушек. Хлебушек, если это идет в добавки, добавляются натуральные добавки, как чернослив, чеснок, зелень, солото. Если это классический, то это будет классическая мука. Фитнес-калач у нас хлебушек есть. Это цельнозерновой хлеб, в нем прям крупные грубые помолы зерен. Белый, черный, серый – хлеб на любой вкус. Не остались без внимания пекарей и тех, кто следит за своей фигурой. Специально для них с любовью выпекается фитнес-калач из цельнозерновой муки, содержащей пять злаков. А для любителей экзотики в ассортименте лавки есть черный хлеб с морепродуктами с добавлением чернил настоящей каракатицы. Да, есть хлебушек на каждого любителя. У нас 16 номинований хлеба. Это будут хлеб с добавками, серая мука, пшеничная мука. Бывают хлеб с чесноком, с картофельными хлопьями. Есть цельнозерновой хлеб, грубого помола хлеб. Пряники, печенья, пирожки с различными начинками – настоящий пирог с курагой и черносливом. Кстати, именно его любил наш великий земляк Антон Палычехов. Маковый рулет, кулебяка – все это и многое другое тоже можно попробовать и приобрести в Петровской хлебной лавке. А еще здесь настоящий рай для сладкоежек. Медовик, Наполеон – одни только названия уносят нас с далекое детство. Но стоит попробовать только один раз, и ты понимаешь – вот он, тот самый торт по настоящему домашнему рецепту. Тому самому, который пекла мама или бабушка. Не забывают здесь и о рецептах, которые пришли в наш обиход из поварских книг других стран. Чизкейк, макарон, створоженное пирожное капоте с малиной. И шоколадные тарталетки с хрустящей карамелью и многое-многое другое восхитят своим вкусом самого изысканного гурмана. Вы можете приобрести тортики на заказ. Это к любому вашему празднику мы можем украсить тортик и даже привезти его доставкой к вашему торжеству. Даже интерьер Петровской хлебной лавки располагает к тому, чтобы сесть здесь за уютный столик с чашечкой кофе или ароматного чая. Многим придется по вкусу фирменный напиток лавки – питательный молочный смузи с добавлением различных свежих ягод. Здесь всегда рады видеть старых и, конечно, новых клиентов. А их скоро будет много, так считают, в этом самом вкусном и полезном магазине. Меньше месяца остается до Великого праздника Пасхи. За несколько дней до Светлого Христового Воскресения в Петровской хлебной лавке начнут печь куличи. И можете не сомневаться, таких куличей вы не отведаете больше нигде. Куличи у нас бывают разные. На каждого покупателя найдется свой кулич. Это добавки, как цукаты, орешки, изюм. Также у нас куличи по разным рецептам. Это бывают творожные куличи, обычные. И по венским рецептам. Наши куличи можно приобрести также для продарков. Это будет очень красиво. Мы оформляем куличи в подарочную бумагу, упаковку. Это все с лентами, очень ярко, красочно. Также у нас можете подождать ваш заказ здесь. И мы вас угостим чаем. Вот так в суматохе наших дней и постоянной нехватке времени. И так хочется подарить себе и близким вкусную, легкую, хрустящую передышку, пропитанную сладкой начинкой положительных эмоций. А сделать это можно в Петровской хлебной лавке на улице Петровской, 65. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. И еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrock.tv.ru Субтитры сделал DimaTorzok